Итак, здравствуйте, дорогие мои друзья и все, кто смотрит вообще мои видео, мои подписчики. Я очень долгое время не могла купить вторую коллекцию вот этих вот игрушек с мармеладом, которая у нас называется Sweetbox. И как вы видите, здесь у нас в квадратике, вот здесь в букве О, двоечка. Это потому что коллекция 2. Вот, написано даже здесь вот, коллекция 2. Это у нас игрушки идут во второй коллекции котята и есть еще щенки. Я их долгое время не могла купить, потому что после собирания первой коллекции у меня было очень много повторов. И вы найдете эти видео на моем канале YouTube, канал называется Котенок Кэт. Вот, и там есть отдельный обзор на котят из первой части и на щенков, тоже из первой коллекции. И все мои повторы, которые у меня есть. В первой части у меня котята быстро попались, у меня их меньше повторов. А вот собачка Марта Пудель, она мне не попадалась. Поэтому ради нее пришлось мне купить целый блок. Вот. И я купила, и наконец-то у меня Марта есть собака, она у меня одна. И самая как бы красивая из всей коллекции. Поэтому я решила покупать вторую коллекцию котят и щенков, только если увижу целым блоком в магазине. И вот я случайно наткнулась на целый блок котят и щенков. Так как мы видим, что здесь вот в коллекции на коробочках их 8 котят, а не 10, как в первой коллекции. А во всем блоке именно 10 штук. То есть обязательно должно быть 2 повтора каких-нибудь котят. И я взяла целый блок котят и целый блок щенков. Но о щенках обзор будет отдельный. Сейчас это обзор о котятах. В котятах я раскрыла все, и у меня вот здесь вот все 8 штук, все по одной. Но естественно мне попалось 2 повтора, как я уже сказала, потому что их в коллекции всего 10, то есть 8 штук. А в целом блоке их 10, то есть их должно быть 8. Но мне попалась одна кошечка в разном виде. То есть она одинаковая, но вид у нее разный. Сейчас покажу почему. Итак, сразу же просто хочу извиниться за мое шмыганье или покашивание. Я просто уже прошел месяц, и я до сих пор еще болею. Никак не могу избавиться от кашля и от цеплей. Вот. Ничего не помогает. Вот, значит. Начнем мы вот с этой вот первой коробочки. Я просто их вскрыла уже, поэтому здесь у меня стоят галочки. Вот, скрывала их на работе, чтобы выяснить, кто там. Но ничего у них не тронуло, кроме их обертки. То есть у них должна быть там оранжевая обертка или зеленая. И просто завернулись в такие вот пакетики, чтобы они не запачкались. Особенно два мохнатых существа. Они здесь мохнатые. Вот, значит. Там в этих игрушках, то есть с мармеладом, они называются пушистики. Вот у нас такая вот коробочка. С одной стороны, здесь написано коллекции 2, и изображен вот такой котенок. Вот, как вот я вот сейчас достала. Здесь у нас изображена вся коллекция, и написано, кто есть кто. И с другой стороны тоже вот такой котенок изображен. Игрушки эти с мармеладом называются Sweetbox. Вот такой мармелад у них там попадается. Там его очень-очень мало, штучек 5. Ну, может быть, и 6 иногда попадается. Вот. Я же говорила, вот видите, 5 штучек. Вот, всего лишь 5 штучек. Если купить такую одну коробочку, там или две, то этим мармеладом не наешься. Но так как у меня у собак очень много было повторов тоже, и я расскажу об этом позже, этого мармелада я уже объелась. Потому что у меня их сотни пакетиков были. Вот именно вот такой мармелад очень вкусный, когда он фруктами. Я это уже рассказывала в коллекции там, в какой-то собак или, или может быть, не рассказывала. То есть еще раньше были в прошлой, в предыдущей коллекции первый, мармелад с мишками. Вот мармелад в виде мишек, он ужасно невкусный. То есть вообще как будто вот ешь, как будто ничего даже не ешь. Безвкусный, то есть. А вот этот с фруктами вообще вкусный. От него даже запах идет очень вкусный. То есть он прям вообще офигенный мармелад. Именно фруктами. Поэтому это меня очень порадовало, что во второй коллекции и у котят, и у щенков везде мармелад в виде фруктов. Так, ну мармелад мы отложим в сторону. Посмотрим, вот такие вот картинки у нас тут попадаются. Здесь у нас на одной стороне нарисован котенок, который должен быть в этой коллекции, и ее имя. Это у нас кошечка Алиса. А вот здесь вот с другой стороны нарисованы все котята. Вот они все восемь штук. Это у нас пушистики Кэттаун. Они все музыканты. То есть здесь вот описание написано, что эта кошечка любит, что делает, ну и так далее. То есть читать я вам не буду, потому что текст длинный. Вы найдете такую же мою группу ВКонтакте и на Одноклассниках. Ссылки на эти две группы, у кого есть такие пушистики, то есть котята и щенки, или вообще, то есть видите, здесь даже нарисованы пони. То есть вообще у кого есть такие любые игрушки из свитбокс, монстр хай есть, пони, курносики там малыши, котята, собачки, танки есть, феи. То есть любые игрушки именно из свитбокс. Не вообще любые, а только из свитбокс. Можете заходить в эту группу, выкладывать свои фото, ваших игрушек и так далее. Ссылки на обе свои группы ВКонтакте на Одноклассниках я оставлю под видео. Вот. Это кошечка Алиса. И смотрите, она выглядит по-другому. У меня попался повтор, повтор именно вот этой кошечки, потому что сразу я нашла именно вот эту. Смотрите, они отличаются друг от друга. Одна бархатная, то есть она без шерсти как будто, а другая прям как будто с шерстью. То есть она прям, видно, что у нее здесь она даже выпадает. У меня вот эта вот кошечка белая была просто как бы повтором, потому что я сначала хотела отдать племяннице и думала, что она вот эту измахратит. Я уже покупала такие штучки, три штучки, или четыре, и после игр ее с такими игрушками она их в рот тащит, грызет. Хоть ей уже два года, но покупала ей раньше, но она все равно все тащит в рот. Поэтому я решила вот эту отдать племяннице. Теперь думаю, нет, не отдам. Пока повторы я храню у себя, поэтому пока племяннице ничего не отдаю. Вот. Поэтому у меня как бы идут две разных, считай. То есть они одинаковые, две Алисы, но на вид они разные. Одна вот на ощупь такая как бы без шерсти, а другая с шерстью. Их даже видно. Вот. То есть это у меня, считай, два повтора. Так. Оно тут плохо стоит, потому что поверхность неровная. Идет диван, поэтому она стоит неровная. Так. А следующее идет вот... Коробочку вам уже показывать не буду. Мармелад тоже. Там все везде в коробочках одинаковое. Вот так вот поставим. Так. Здесь у меня идет вот такой вот кот. Вот. Это у нас кот алмаз. Он вот такой черный и тоже бархатный. Здесь такая же картинка. А здесь все об этом коте написано. То есть он вот такой черный есть. И у него вот здесь вот такая... Вот он, кстати, облазит. Вот. И у него здесь такая вот идет как бы барабан. И вот таких тоже кота мне попалось два. Вот. Как я уже говорила, что там в коллекции может попасться еще две лишних фигурки. Потому что в блоке их 10, а в коллекции их решили сделать 8. Вот. Больше у меня котят повторов нет. Алиса и алмаз только. Вот. Поэтому вот это вот запачкалась у меня Алиса. У нее здесь волосинки, вот это вот, которая бархатная. Она запачкалась у этого кота. Вот. Он линяет как бы. Ну, как все кошки обычно. Вот. Поэтому надо его хоронить отдельно. У меня собачки просто есть белые и кошечки. Я даже когда распечатывала их в отдельном пакете, у меня весь пакет был тоже в этих волосинках черных. Вот. Тут даже видно, что у него вот этот вот его барабан тоже весь в этих черных волосинках. Его надо будет стоять подальше от всех вот этих вот котят, собачек, особенно белых. А чтобы они не запачкались. Вот. Мои повторы. И я их сразу же уберу. Дальше у меня идет уже все падные кошечки. Также мармелад. Коробочка. Вот такой котенок. Это у нас идет котенок Кеша. Я раньше вообще думала, что Кеша написано. Я как Э читала. Котенок Кеша. Вот. Вот он с такой тумбочкой с нитками. Вот так вот стоит. Это единственное написано, какая у него порода. У остальных я не знаю, какая порода. У него написано здесь вот на его буклетике, что это Мэйн Кун. Вот. Мэйн Кун, и вообще они с кисточками должны быть. Вот здесь вот. у него что-то нету, и они самые большие коты. Коты из всех. Это огромная порода. Ой. У него здесь с лапкой что-то. Я, наверное, когда гнула, вот то, что он не стоит здесь с тумбочкой. Ее нужно немножко, это немножко, по-моему, лапу повредило. Надо будет либо заклеить, либо оставить так. Для того, что такой котенок у меня один. Искать его, тратить деньги, я больше не хочу. Вот. Или что-то типа сломать его. Дальше идет котенок. Самый мой любимый котенок из всей коллекции, который мне очень понравился. это вот котенок Лео. Он такой рыжий и тоже идет, кстати, лохматый, как вот Алиса и Алмаз. То есть у него как бы есть шерстка такая. Вот он такой вот спереди и сзади вот вот такая вот у него попка смешная. Мне вот это вот именно вот это его попка и понравилось, потому что он такой, такая огромная голова и такая маленькая вот часть попки здесь с хвостом. Вот. Мне очень понравился этот котенок, у меня он очень смешил. поэтому он у меня самый любимый. Здесь написано у нас все про него. Мармелад, коробочку, в сторону и дальше у нас идет вот такая вот розовая кошечка. розовая кошечка. Это кошечка у нас Кэти. Вот. Тоже написано все про нее, она нарисована. Вот. Вот такая вот розовая кошечка с бусиками. коробочка. Мармелад, коробочку мы убираем и достаем нашу фигурку. Это самый некрасивый кот из всей коллекции. Вот. Его зовут Бази. Он просто здесь написано очень любит коробочки, всякие пакетики. Поэтому этого кота засунули в такую вот коробочку, пакетик. И как бы нет у него здесь ни ног, ни хвоста. То есть эта коробка вместе с ним приклеенная. и вот такой торчит типа кот из нее с лапками. Что мне очень не понравилось, потому что очень некрасиво. Ну, такая часть кота и часть коробки. Как будто, блин, кот инвалид и у него нету задней части всей. Вот. То есть фигурка самая некрасивая из всех котов. То есть просто морда кота и все, и здесь ничего нету. Как будто он в большую ириску залез и все, и там застрял. Все коты как коты, а у этого нету задней части кота. Так, мармелад коробочка. И достаем фигурку. Так, это у нас фигурка котенка Дженни. Она вот такая вот серенькая и спит на подушечке. Здесь подушечка у нее. Вот. Тоже очень красивая кошечка. и последняя в коллекции. Так, вот так сейчас перевернем и поставим сюда котят. Так. Вот видите, они некоторые не стоят. Вот. То есть Алиса у нас не стоит. Вот это тоже не стоит. не знаю, как их вообще ставить буду. Вот. И последняя фигурка. Это у нас кошечка царапка. Вот она вот такая тоже беленькая и сидит моет лапку. Вот. у них маленькая здесь такая сидушка, чтобы их ставить и большая голова. Вот. Так. Ну, вот моя вся коллекция всех котят. Вот они все 8 штук, которых я собрала за один раз. В котятах мне очень повезло их собрать всех. ну и два повтора, которые вы только что видели. видели.